В конце 2019 года по социальным сетям прогремело видео с Порше, который крушил всё на своём пути в самом сердце Нью-Йорка. Но на самом деле это был не Порше Карера за 450 тысяч долларов, а совершенно безумный гембала Mirage GT. Их всего 25 и стоит такой в два раза дороже. Автомобиль принадлежал мультимиллионеру Бену Чену, который и находился за рулём, будучи под наркотой. Однако через год обвинения в его адрес по загадочным причинам были сняты. Не будем сегодня говорить о справедливости правосудия, однако этот инцидент идеально вписался в имидж тюнинговой конторы гембала из Лианберга, из ворот которой уже более 40 лет выезжают настоящие монстры, настолько радикально переделанные, что и имеют новое имя и марку. Однако такая репутация с излишествами ради излишеств и наперекор любым последствиям стоила основателю компании слишком дорогую цену. Сперва тяжелейшее подозрение в международных махинациях, а немногим позже у вегембале пришлось заплатить и своей жизнью. А теперь давайте вместе кайфанём от одной из самых тёмных и загадочных страниц современного автотюнинга. Приятного просмотра, друзья! Автократия – это канал для тех, у кого кровь смешана с бензином и адреналином. Здесь мы рассказываем о людях и машинах, навсегда оставивших след в безграничном автомобильном мире. Просто нажмите на кнопку и встречайтесь с Ферри Порше, Себастьяном Лёбом, Валентино Росси и Джоном Делорианом. Будьте рядом с теми, кто придумал смарт, изобрёл минивены и выпускал Volkswagen Juke. Автократия – это место, где вы находите ответы на вопросы и задаёте новые. Мы говорим о мире машин со знанием дела, достоинством и чувством юмора. Присоединяйтесь. Ссылка в описании. В 60-е и 70-е годы прошлого века в Западной Европе практически все мальчишки грезили автомобилями. Уви Гембала был одним из таких. Когда он немного подрос, то начал принимать участие в местных соревнованиях в классе кузовных автомобилей. Правда, делал он это с переменным успехом, но гонялся он не ради спортивной карьеры. Юный Уви копил на дело своей жизни – ателье по тюнингу автомобилей. Нужная сумма была собрана к 22-летию Уви в 1978 году. Благо, опыт множества немецких контор, открывшихся в 70-е, подтверждал, что это очень перспективная ниша. Поначалу Уви занялся яркими кастомными интерьерами для BMW и Porsche. Его ателье устанавливало кастомные приборные панели, встраивали телевизоры и видеомагнитофоны, перешивали сидения, карты дверей и потолки. Уже к 1981-му маленькая гаражная фирма превратилась в полноценное предприятие, заработавшее себе имя в высших кругах. У них было много крутых проектов – от классически элегантного стингера до буйнонравного RVB. На любую машину компании находился свой клиент. Гимбала не стеснялась использовать самые необычные и прогрессивные решения. Например, уже в 1982 году ателье представило первую в мире полностью функциональную светодиодную панель приборов, которая впоследствии стала их главной фишкой. Орел же загадочности вокруг самого Уве сопровождал его всю жизнь. Информации, кто он и откуда, в открытом доступе практически нет. Предприниматель вёл закрытый образ жизни, и многого о нём не знали даже родные и близкие. Как-то в интервью 2007 года Уве рассказывал, что ещё в колледже увлёкся мотоциклами, но позже счёл их слишком опасными и переключился на автомобиле. И в любом неудобном для него разговоре он переводил тему именно на них. Но стоит отдать должное, рассказывать Уве здесь было о чём. Самая первая модель была построена так, чтобы выглядеть максимально похожей на гоночный болид, что, впрочем, не очень свойственно его тюнинг-ателье. Тем не менее, первой ласточкой полетела плосконосая конверсия Porsche 930-1981 года. Это такая специальная серия 911-х, производимых между 1975 и 1989 годами. Плосконосый стиль, или так называемый фляхбау, максимально приближал дизайн авто к чистокровным победителям Лимана и прочих европейских гонок конца 70-х. Сам же трековый Porsche носил индекс 935 и формально тоже принадлежал поколению 930, только адаптированный для гонок FIA Group 5. Это был некий спецкласс туринговых машин. Инженеры Porsche никогда не отличались изобретательностью в названиях, но вот в чём они действительно были непревзойдёнными, так это в своей интерпретации регламентов FIA. У группы 5 были так называемые силуэтные правила. Говорили они о том, что у гоночных авто передок должен напоминать дорожных собратьев. И на этом пункте инженерам Porsche в голову пришла идеальная мысль. Дело в том, что их культовые округлые фары выступали неким продолжением крыльев 911-го. Поэтому они решили, а не сместить ли нам их пониже в серии дорожных авто, чтобы потом можно было довести линию крыльев до логического завершения, а затем применить эти изменения на треке. В правилах о запрете таких экспериментов не было ни слова, но это решение позволяло снизить лобовое сопротивление. Так и появился плоский нос Porsche начала 80-х. Сразу это заприметили энтузиасты марки и захотели себе такое же, а расторопные и находчивые тюнинг-ателье обеспечили их предложением. Позже сами Porsche стали делать авто с плоским клювом. В 1982-м они даже организовали для этого специальных отдел особых пожеланий, некий Zonderwunsch. Там занимались выполнением хотелок самых искушенных клиентов. В общем, если есть деньги и законы физики не против, Porsche сами все сделают и упакуют. Но 80-е шли полным ходом. Прически становились длиннее, наплечники шире, а спрос на показушные автомобили возрос до небес. Поэтому Gimbalo оставили гонки в прошлом и пришли, собственно, к тому, за что их все и запомнили. Такие автомобили, как Avalanche и его брат-близнец в кузове Cabriolet Cirrus стали типичными представителями нового течения ателье Gimbalo. Выделяли их радикально переработанные кузова с расширенными арками и массивными боковыми накладками в стиле Тестероса. Нереальных размеров и форм задние антикрылья, отсутствие дверных ручек, а обтекатели заднего окна придавали лучший аэродинамический профиль, прибавляли прижимной силы и нагоняли больше воздуха в моторы. Но еще интереснее было внутри этих машин. Интерьер буквально был усеян различного рода ультрасовременными технологиями и гаджетами. В частности, это были мультируль с возможностью дистанционного управления аудиосистемой Pioneer, встроенный экран на приборной панели с подключенными камерами вместо боковых зеркал, опять же в угоду аэродинамике. Притом, это были профессиональные зум-камеры с автофокусировкой, поэтому изображение всегда четкое и прежде всего цветное. А переключаться слева направо можно было с помощью кнопок на руле. Сегодня все это кажется банальным, но в 83-м производило эффект разорвавшейся бомбы. А еще у легендарного Avalanche внутри стоял RAV-овский движок с двойным турбонаддувом. Для тех, кто не в теме, отмечу, RAV немецкий производитель суперкаров на базе автомобилей Porsche. По-настоящему диких и упорото-быстрых даже по сегодняшним меркам. Этот движок выдавал 375 лошадок, что было аж на 25% мощнее базового 911 Turbo. Но особо прихотливые скоростные маньяки могли и дальше продолжать выжимать соки из доработанного мотора, насколько им хватало на это денег. Потенциал для тюнинга был просто огромен. Впрочем, это не являлось для них большой проблемой, потому что за переделанные автомобили приходилось выкладывать немалые 390 тысяч немецких марок или же 700 тысяч долларов. В 10 раз дороже оригинального 911-го. А если учитывать инфляцию, то выйдет, что сегодня за такое удовольствие пришлось бы выложить полтора-два лимона. Господи, если и это казалось кому-то обыденным и скучным, гимбала могла влепить две скрытые поп-ап-фары в капот специально для тебя, чтобы ты не был серой массой. А за дополнительные 170 тысяч немецких марок гимбала предлагала уже 500 лошадок. Также отрав, обрезанную и заниженную на 10 сантиметров крышу, слитую в единое целое задним спойлером, который, к слову, был больше и круче горы кокаина Тони Монтаны. Такой монстр разгонялся с нуля до сотни за 4,4 секунды и развивал 314 километров в час. А имя ему Мираж. У Митсубиши тоже был Мираж, но не думаю, что вы когда-то бы их перепутали. Минимально на доработку одного автомобиля компании требовалось 3 месяца. Однако в особых случаях процесс мог занимать и целый год. Но не одними Порше, как говорится, гимбала прославилась. В их портфолио встречались Мерседесы, БМВ и даже Феррари. На их счету уникальная вайтбоди-версия Мерседес Сек с дверями типа крыло-чайки. Глубоко модифицированный БМВ М635 CSI для сына Саддама Хусейна за 275 тысяч дойч марок. Даже Феррари Теста Росса успела агимбалиться. Была и ультрароскошная версия Мерседес С-класса в 126-м кузове. Опять же, для заказчиков с востока. Также с эски лепили и каратыша. Куда более мощный и роскошный аналог Ауди Кватро. К 85-му году гимбала успела поработать даже с Роллс-Ройс. Однако здесь переделки ограничивались интерьером. Примерно в то же время гимбалы регистрируются как автопроизводитель. По этой причине вы более не встретите на проектах компании эмблем любых марок. В общем же, компания набрала такие обороты, что иногда продукты некоторых производителей, вроде Мерседес, Порше и БМВ, начали поступать в цеха Леонберга еще до того, как показывались широкой публике. Также к гимбале обращались для воплощения в жизнь проектов для особенных клиентов. А это большая честь для любой тюнинговой конторы. Однако все-таки сам Уве с особым трепетом относился именно к автомобилям марки Порше. Сразу после выхода 964-й серии в 1989-м закипели работы над Мираж Эва. Снова плоский нос, разгон уже 322 км в час. Аудио-видеотехнологии по последнему слову техники. А один такой контрактный Мираж имел встроенный видеомагнитофон и даже факс. Факс, Карл! Представляете, каково было в начале 90-х слушать шум работы этого прибора на скоростях за 300? В 1994-м гимбала представила первый полноценный тюнинг-кит для мотора на базе Порше 911 в кузове 993. Двигатель стандартный Carrera S оснастили двумя турбинами, что позволило поднять мощность с 286 до 570 лошадиных сил. Двери и панели кузова состояли из углеволокна, а стекла – из поликарбоната, дабы уменьшить вес. Позже эти решения переняли и в Порше, но первой была именно гимбала. Быть же, гимбала Лиманс 570 быстрее заводского турбо на большинстве трасс помогала также и улучшенная аэродинамика. 1999 год. Серия 996 и появление бокстера. Гимбала также построили их облегчённая битурбо-версия, благодаря чему 911-й получил 600 лошадей, ну а бокстер – скромная 450. Также в конце 90-х гимбала в сотрудничестве с шинниками Фулда разрабатывает экстремальный спидстер Гимбала Экстримо. Он использовался в качестве демонстрационного кара новой линейки спортивных покрышек, но был доступен и под заказ всего за миллион марок. Не стоит забывать и автоспортивное прошлое Уве. Хоть производство гоночных болидов он на поток не ставил, одним из немногих примеров была версия GTR 600R EVO на базе 911 GT3. Автомобиль выступал в спорт-автотюнере Grand Prix на Хокенхайм-ринге и одно время считался одной из быстрейших тюнингованных машин, которым разрешалось выезжать на дороге общего пользования. Круг по нордшлейфе у GTR 600R EVO проходил за 7 минуты 32 секунды, что было быстрее таких монстров, как König's XCity R, Mercedes SLR McLaren и Bugatti Veyron. С каждым последующим поколением автомобили Гимбала становились мощнее, быстрее и все вычурнее. Но со временем фирменная эстетика вдруг начала становиться проблемой. Стиль Гимбала был слишком экстравагантен, порой до комичного, что в итоге повлекло падение интереса знаменитостей к этим автомобилям. Уже к концу 90-х продажи неустанно шли вниз, а на вторичном рынке начало появляться все большее количество их детищ. И не то, чтобы Ателье не пыталось стабилизировать тенденцию. В 2000-х они превратили Кайен в 750-сильный торнадо. Ателье предлагало три уровня доработок, самый крутой из которых Aero 3 включал развитой обвес, раздельное сидение второго ряда, теле- и видеоаппаратуру по последнему слову техники и полностью перешитый салон. А в 2006-м появился, пожалуй, самый яркий проект компании за все время – Гимбала Mirage GT на базе суперкара Porsche Carrera GT. Мощность 10-цилиндрового атмосферного двигателя довели до 670 сил, полностью переработали интерьер и установили впечатляющий аэрокит. Разгон до сотни – 3,7 секунды, максимальная – 335 км в час. В то время Mirage GT многие издания называли одним из лучших автомобилей всех времен, а Уве утверждала версию с двумя турбинами, находящуюся на разработке. Но Гимбале этого казалось мало, и он начал вынашивать идею проекта всей своей жизни, который его в каком-то смысле окончательно погубил. Но об этом я уже расскажу вам в следующем выпуске. Так что ставь лайк под этим и подписывайся на канал, если ты хочешь побыстрее увидеть вторую часть. До скорого!